как обещал мы в сервисном центре хавел беларуси все вопросы которые у нас возникли во время теста ну а какие случаи были существенно разные это разница в железе и в обработке кузова и в покраске минимальная подготовка антикоррозина она есть даже не минимально заводы у китайцев как правило стоят в китае в уране будут составлять большую конкуренцию все зависит от эксплуатации есть у кого-то как обещал мы сервисном центре хавел беларуси и все вопросы которые у нас возникли во время теста мы обсудим с мастером с константином забавский добрый вам день вы не первый год занимаетесь китайскими автомобилями вот давайте для начала пройдемся по f7 несколько слов о особенностях технических характеристиках этого автомобиля ну чем он принципиально отличается от модельного ряда хавел ну да кроме нового дизайна на скажем на кроссоверы кавел начал с этого года модельного ряда ставить мокрые коробки dsg и моторы с прямым впрыском то есть они ушли от обычных моторов и перешли на круговые моторы с прямым непосредственным впрыском что в принципе добавило автомобилям экономичности и мощности но вообще китайцы многие марки боятся ставить полный привод на кроссовер в основном к нам поставляются моноприводные вот хавел но я вспоминаю great wall потому что это все-таки какая-то но преемственность да это и есть концерт great wall сейчас они вообще только на раму внедорожниках заострил свое внимание а хавел это кроссоверный премиум бренд в который они все свои наработки как бы выкладывают и у них получается в данном случае и одна из тех китайских компаний которая идет большими шагами вперед и это можно именно в сторону полного привода до полного привода и улучшение и дизайна и внутренних и тактических характеристики автомобили очень становится конкурентная ну я знаю что вы были на учебе в китае да не в китае в москве а в москве да то есть вот в чем так скажем особенности я так понимаю что вам приходится каждый день сталкиваться с самыми разными проблемами вопросами обслуживанием автомобилей хавел вот по f7 в чем особенность чему учили а на что обращали внимание ну и в седьмой там скажем как бы нас знакомили с данной маркой отдельно мы рассматривали каждой музею электрические системы методы диагностики то есть китайцы к этому стали тоже подходить более серьезно и они учат начинают учить хорошо и подготавливать состав который окруживает автомобиль также мы знакомы с новыми разработками это с коробками дсб мокрыми коробки вот и китайцы очень хвалят потому что как бы для них конкретно эту коробку доделывал геркард хенинг это шеф по разработке дсб пульсваген и дайминг он первый как бы ввел эту тему и для них специально он эти коробки доделал то есть китайцы настолько сейчас уверены в этих коробках что даже представители фирмы хавел сказали что если какие-то проблемы будут возникаться коробки будут менять только вегативно целиком для дальнейшего изучения что в них случилось наверное можно сказать что коробки эти будут ну то есть я вообще смотрю вот изучая и будучи на тесте читал очень много информации по f7 что здесь многие агрегаты так скажем известных марок вот и говорили мы про коробку дсг немецкую и про бош которая здесь ставит очень много до агрегатов и та же самая там не знаю трансмиссия до трансмиссия потом что касается турбокомпрессора там все борт то есть производители с ними идут охотно на контакты выпуске и завода эти ставится в китае то есть такой смысл китайцы не жалеет деньги на качественное технологическое так скажем агрегаты которые они ставят сейчас на свои машины и плюс такой вопрос что китайцы сейчас вошли в составы многих известных брендов что делает доступ технологию китайцев более доступным и они это все умело применяют на своих автомобилях но не могу не спросить потому что конечно люди будут задавать вопросы и я обращаюсь ко всем владельцам хавел в россии беларуси казахстане украине если у вас действительно возникают вопросы пишите их в комментарии под нашим видео и мы вот константина будем напрямую задавать и обсуждать но то что касается гарантийных случаев вот откровенно какие вопросы возникают вообще с маркой хавел у водителей у владельцев и какие действительно вот у вас на вашей памяти были гарантийные случаи которые признал завод ну понятно что гарантия существует в любом автомобиле скажем так я но здесь конкретно вот на f7 у нас три года до три года или и 150 даже 150 тысяч замечу не 100 а 150 тысяч по ограничению естественно сальники резинки там какие-то элементы подвесок быстро изнашиваю детали они постепенно с гарантии то есть попадают под ограничения но основные узлы и моторы коробки электрика блоки управления все это мультимедийные системы все это на полу срок гарантии можно говорить о том что они уверены в своем произведении ну а какие случаи были на ваших ну по их пока не на рабочего еще рано что-то говорить ну хотя первые машины уже подбираются к отметке там 20-30 тысяч проблем еще ни одной заявлено по если первый тур кстати там когда на пятак ты тысяч нет с межсервисный пробег 10 тыс первый тур каточной на 5 тыс все-таки китайцы заставляют на пяти тысячах прийти и поменять масло когда-то японцы заставляют для клиента это бесплатно ага еще больше еще большой плюс потому что это очень хорошо вот я скажу что когда правильные японцы заливали в двигатель даже минеральное масло для откатки и на 3 4 максимум пяти тысячах и многие корицы сейчас так поступают это очень хорошо что китайцы берут на себя сейчас расходы по первому то потому что по сути мы понимаем что в первые вот эти несколько тысяч на двигатель ложится основная нагрузка так ну да у каточные конечно мотор и повышенное трение притираются части нагрузки повышенные и сам хозяин пока привыкает автомобилю может это что-то неровно поэтому да в рамках гарантии китайцы то 5000 компенсируют то есть но это огромная большая плюс ну что я вам скажу на просторах youtube а и сколько нас даже дергали автопанораму по поводу ой почему вы не говорите там про задиры в двигателях и так далее я в этом случае всегда говорю ребят вся проблема с вообще жизнью двигателя это первые несколько тысяч пробега первое несколько тысяч насколько вы правильно обкатайте автомобиль насколько вы вовремя поменяете первое масло насколько вы покажетесь там на первую диагностику может быть там ну в конце концов бывает что и колеса надо да то есть и и шины и где-то подкрутить где-то это абсолютно нормально когда новая машина который вы кстати предпродажку же он проводится до полную предпродажку и в первые несколько тысяч это новый автомобиль вы к нему привыкаете даже просто слетел грузик на на колесе пошло бить руль вы на это ниже как-то не замечаете а это все потом ну так или иначе сказывается на подвеске так или иначе сказывается на полном приводе это обязательно всегда компьютерные диагностики чтобы проверить как между собой согласованы все электронные системы автомобильные перетяжка по необходимости подвеска и осмотровые работы на предмет чтобы на автомобиле все работало ничего не болталось потому что человеческий фактор на заводе тоже не исключен более конвейер новый но вроде работа под тулой да вот этот российский конвейер ну хорошо вы говорите что гарантийных случаев пока по и в седьмом и нет ну а что по другому модельному ряду с чем связаны гарантийные случаи опять же все зависит от эксплуатации есть у кого-то вопросы бывают с подвеской но там по моему есть по ограничению с подвеской но эти случаи редкие но какие конкретно подвески стойки стабилизаторы шаровые опоры бывают стуки в рулевых рейках но это все шли не очень наверное хорошие китайцы малы и рулевые валы не меняют без проблем ну то есть гарантийный случай без вопросов признаются если есть проблем да в москве на хавелу моторус есть целый отдел гарантии который в принципе обрабатывает все заявки достаточно быстро если нам и им что-то непонятно обращаются к своим китайским коллегам которые напрямую вопросы эти решают но достаточно быстро бывают стыковки если запчасти не стыковки запчасти резкие и не всегда есть на складах но как бы китайцы оперативно в течение двух-трех недель их присылают то что касается гарантийной политики хавейла то они наращивают свою работу сервисными центрами это становится видно по внедрению новых продуктов программ для быстрого скажем так чтобы быстро контактировать со всеми службами инженерными опять же есть возможность видеть склады запасных частей то что гарантии ну и работают то что было когда-то на начальной стадии с галитволом оно выросло 10 раз ну а у меня последний вопрос вот для многих все-таки китайские автомобили это пока какая вот мешок да что что купишь в этом мешке не совсем понятно я сам делал тест и многие вещи меня удивили для китайского автомобиля конечно работа полного привода и вообще автомобиль настройка подвески но поверьте я сравниваю в первую очередь его с конкурентами с корейцами с европейцами и это нормально хороший уровень но все боятся как будет это работать и эти турбированные двигатели до 1 и 5 и 2 0 190 лошадей и это как вы говорите там двойное сцепление мокрая трансмиссия которая там супер-бупер немецкая вот все-таки ваши советы ну как можно с одной стороны развенчать сбив о том что китайские автомобили это но тот самый кот в мешке а с другой стороны что вы посоветуете владельцам и будущим владельцам китайским авто ну касается китайских автомобилей понятно те что первый экземпляр на наш рынок приходили это было около десяти лет назад и сейчас автомобиль это существенно разные автомобили это разница и железе и в обработке кузова и в покраске опять же китайцы получили доступ хорошим новым технологиям и это сказывается на этом а то что касается коробок моторов опять же двухлитровый мотор то что касается на x7 это мотор уже хорошо пробан на флагмане хавелла h9 мотором вообще проблем этим не возникало никогда не у кого проблем полтора литровый это вы переработали мотор на той же основе поэтому я думаю что он будет также надежно как и двухлитровый но если взять конкретно x7 это не джип это кроссовер сильно и скажем так внедорожность и он не любит ехать со свайта там куда-то можно такие жесткие буксовки вывешивания наверно на нем не стоит проводить потому что нагружается и коробка и полный привод и вообще этот автоловир это не предназначен естественно это городской кроссовер ну и то что касается в общем китайских автомобилей китайцы он не может часто и дешево потому что китайцы ставят достаточно дорогие запасные части работают с одними из самих дорогих брендов борг бошь тот же сам бошь это все что устанавливается единственное за счет цены потому что заводы у китайцев как правило стоят в китае у себя и за счет этого есть какая-то конкурентная цена поэтому автомобили с каждым годом подрастают технически по дизайну и скоро они будут составлять скажем так большую конкуренцию европейскому и корейскому рынку спасибо большое еще раз напомню всем если возникает вопросы пишите нам в комментах это был константин забавский спасибо вам огромное старший мастера автоцентра сервисного центра мкат хавейл черри приглашаю вас самих вот прийти в этот автоцентр если надо задать вопросы спасибо вам огромное можно еще а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 И раз в год годовой осмотр, и заполнительный осмотр, и очаговые места, под колесами, арки всегда мы это доделываем, и на самом деле проблем с кузовами нет. Есть, конечно, где элементы трутся друг от друга при сборке, но это не касается хавэ, вот это даже все машины после аварии, ну очаговое бывает. Хорошо, спасибо.